Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре. Этот урок посвящен прямым трансляциям. Я расскажу вам о том, что вам необходимо иметь для проведения прямых трансляций и на что необходимо обратить внимание во время проведения прямых трансляций. Для того, чтобы провести хорошую прямую трансляцию, вам необходимо устройство, с которого вы будете транслировать свое видео. Это либо компьютер, либо телефон, чаще всего. Какой лучше выбрать компьютер для проведения прямой трансляции? Чаще всего проблема выбора как бы не стоит. Это тот компьютер, который у вас есть. Какими характеристиками должен обладать этот компьютер для хорошей или качественной прямой трансляции? Если вы имеете хотя бы небольшое представление о характеристиках компьютера, нажмите на кнопочку «Пуск», выберите компьютер, щелкните правой кнопкой и выберите «Свойства». Перед вами откроется окно с характеристиками вашего компьютера. Наиболее важные характеристики, на что нужно обратить внимание, это процессор и объем оперативной памяти. Если у вас компьютер с процессором ниже, чем i3 Intel третьего поколения и оперативной памяти меньше, чем 4 ГБ, на таком компьютере провести хорошую качественную трансляцию вряд ли получится. И еще одно требование, которое не отображается в этом окошке, это ваш жесткий диск. Откройте просто мой компьютер, а то убедитесь, что на диске вашего компьютера есть хотя бы несколько гигабайт свободного места. Свободное место позволяет всем программам, в первую очередь это системные программы, работать нормально. Если диск у вас заполнен до предела, то ничего, нормально в плане производительности работать не будет. Но если все эти характеристики для вас, как китайская грамота, ответьте себе на один вопрос. Тормозит ли мой компьютер? Вот если вы, выполняя какие-то привычные вам операции, запуская какие-то программы, открывая какие-то окошечки, не ждете по несколько секунд или минут, то вы можете честно сказать, что у вас нормальный компьютер. Но во всяком случае, провести такую субъективную оценку своего компьютера. Если у вас все тормозит, есть два пути. Первый путь и наиболее правильный, это провести обслуживание своего компьютера. Есть специализированные программы, которые наводят порядок на вашем компьютере, чистят его, оптимизируют для работы. И даже вот такое абсолютно несложное действие, о котором я расскажу, скорее всего, в курсе компьютерной грамотности, дает возможность вашему компьютеру задышать. Компьютер начинает работать побыстрее. Компьютер это машина, а любая машина требует обслуживания, причем регулярного обслуживания. Конечно, нужно проверить компьютер на наличие вирусов, отключить все ненужные, запущенные, зачем-то непонятно для чего программы. Все эти действия входят в понятие оптимизации работы вашего компьютера. И, как я уже сказал, о некоторых я расскажу в курсе компьютерной грамотности. Но если даже вот эта оптимизация, наведение порядка, отключение всего, что не нужно, не дает вам нужной производительности, компьютер не заработал быстрее, я не буду сейчас рассказывать о программах оценки производительности вашего компьютера, хотя одну из оценок вы уже можете увидеть вот здесь вот на характеристике. То есть сама система оценивает производительность вашего компьютера, вот эта вот цифра, которая тоже можете обратить на нее внимание. Но если никакие ваши танцы с бубнами ничего не дали, что же нужно делать? Конечно, можно подойти радикально, это купить новый компьютер. Это новый современный компьютер с недавно установленным программным обеспечением. Конечно, решит все ваши проблемы с прямыми трансляциями. Но новый компьютер это трата денег и чаще всего достаточно весомый, особенно если вы покупаете какой-то новый компьютер, что лично я никогда не делаю, потому что лучше купить проверенный временем компьютер, взять от него все, что он может дать вам в течение какого-то времени, потом просто его продать и купить новый. Это моя позиция по отношению к компьютерной технике. Если нет возможности купить новый компьютер, можно провести то, что называется апгрейдом. Апгрейд это улучшение характеристик вашего компьютера. И есть две характеристики, которые позволят вам получить практически новый компьютер. Это увеличение объема оперативной памяти. Это можно сделать в любом компьютерном магазине в течение 15 минут. И еще одна очень полезная операция это смена вашего жесткого диска. Сейчас есть так называемые твердотельные диски, которые работают в разы быстрее вашего диска, который установлен, особенно если у вас такой старый компьютер. Вы получаете практически совершенно новый компьютер. То есть у вас все начинает работать значительно веселее. Но если и этого делать не хочется или не получается по каким-то причинам, тогда ваш вариант ведения онлайн-трансляции с телефона. Вам нужен будет нормальный телефон. Телефон, на котором спокойно устанавливаются все приложения социальных сетей и достаточно весело работают. То есть открываются опять же без того, что вызывают некоторые тормоза. То есть если и телефон у вас тормозит, то вот тогда у нас уже получается какая-то проблема. Но чаще всего, если у вас телефон, купленный последние три года, то для проведения прямых трансляций этого устройства вам хватит. Вот у меня в одной руке Android, в другой руке телефон компании Apple. Не самый далеко новый, седьмое поколение. С обоих этих телефонов можно спокойно проводить онлайн-трансляции. Я вам об этом расскажу. С телефоном, кстати, такая же может быть ситуация, как с компьютером. То есть колоссальное количество фотографий, видео. Особенно если у вас здесь стоит WhatsApp или Viber, то есть какой-то мессенджер. Все, что вам отправляют в WhatsApp, и особенно в чатах, если вы сидите. Вот вся эта информация, она же скачивает на ваш телефон и тоже забивает место. То есть нет места и на телефоне. То есть здесь еще меньше памяти, чем мы говорим о компьютере. Поэтому, пожалуйста, удаляйте ненужную информацию. То есть ту информацию, которую вы не используете, либо копируйте ее на какие-то внешние устройства. Ну вот, например, очень популярным сейчас являются вот такие вот устройства. Это устройство внешней памяти. То есть жесткий диск, большая флешка на проводочке. Перенесите либо с телефона, либо с компьютера всю информацию, которая вам нужна, но вы не часто пользуетесь вот на такой диск. И она у вас будет прекрасно хранить. Итак, с устройством определились. Следующее, что нам потребуется, нам потребуется камера. Конечно, если у вас ноутбук, то у ноутбука есть встроенная камера. Использовать встроенную камеру для прямых трансляций в принципе можно, но, наверное, вы видели такие прямые трансляции, когда показывается потолок говорящего человека. Камера смотрит на него как бы снизу вверх. Вот это типичная ситуация, если трансляция ведется с ноутбука. Особенно с ноутбука, у которого очень небольшая диагональ экрана. Он стоит ниже, и вот такая идет трансляция потолка, а не человека, который с вами разговаривает. Конечно, с такой камеры можно проводить трансляцию, но даже вот на моем ноутбуке, на котором встроенная камера очень хорошая, это Logotech 920, я не провожу записи и трансляции с этой встроенной камеры, по причине того, что нет возможности ее настраивать на нужном мне уровне и на нужном мне расстоянии. Лучше всего проводить трансляции с внешней веб-камеры. Выглядят они вот таким вот образом. Но самое интересное, что у этих веб-камер есть проводочек, через который вы присоединяете камеру к вашему компьютеру. Благодаря тому, что длина этого проводочка чаще всего где-то в районе метра, вы можете свою камеру расположить на нужном вам расстоянии от вас. И причем в нужном вам месте. Особенно это важно, если вы проводите какие-то трансляции, в которых что-то показываете. Делаете что-то руками, либо стоите на каком-то расстоянии, там зрители. То есть можно спокойненько вращать эту камеру, показывать то вас, то зрителей. Конечно, для этого нужно задействовать какого-то человека. Ну и если мы говорим о внешних камерах, особенно вот таких вот камерах Logotech, с которой я сейчас работаю, у нее очень хороший такой широкий объем, захват. Очень полезная вещь, когда вы именно проводите какие-то живые встречи, там где нужно показать комнату, либо часть комнаты. В этом случае внешняя камера, особенно камера Logotech, 910, 920, ну и все следующие модели, конечно, помогут вам решить эту проблему просто на раз. Для того, чтобы вам было удобнее работать с камерой, вы можете приобрести какой-то штатив. Они чаще всего подходят и как для телефонов, так и для веб-камер. Большой штатив вам не требуется. Можно купить какой-то маленький штатив. Они все раздвигаются. Высота штатива получается, ну, больше метров. И благодаря вот такому штативу вы можете спокойно ставить камеру где угодно практически и освещать, захватывать те части экрана или те части комнаты, которые вам нужны. Что еще нужно знать о веб-камере? Если вы даже купили очень хорошую камеру, купили со штативом, все как бы очень хорошо и очень классно, но если эта камера не настроена, то вы можете с этой камеры получать изображение по качеству, но ничем не лучше, чем, например, там встроенная камера вашего ноутбука. И это бывает очень обидно. То есть вы отдали деньги, потратили время, а получаете вообще что-то непонятное. Поэтому на что нужно обратить внимание в первую очередь? Когда вы подключаете какое-то внешнее устройство к вашему компьютеру, но чаще всего вот веб-камеры, они подключаются через вот такой разъем USB. Вы ее подключили к компьютеру, компьютер определяет эту веб-камеру, но он ее определяет, но не совсем правильно. То есть вы можете увидеть в списке ваших появившихся устройств, название просто веб-камера. Если нажмете на кнопочку «Пуск», выберите «Панель управления», из «Панели управления» выберите «Устройства и принтеры», то есть именно сюда собраны все подключаемые к вашему компьютеру внешние устройства. Обратите внимание, как вашу веб-камеру назвала операционная система. Если здесь просто написано «Веб-камера», значит она не определилась правильно. Вот у меня сейчас подключена к веб-камеру «Конференс». Вот видите, здесь именно такой вот значочек. Что необходимо сделать? Конечно, лучше обратиться в сервисный центр либо к специалисту, который поможет вам подключить. Если, конечно, камера не определилась верно. В большинстве случаев, конечно, если у вас современная операционная система, там тот же самый Windows 10, он определяет подключаемое устройство абсолютно верно. И чаще всего при наличии интернет-подключения скачивается либо устанавливается дополнительное программное обеспечение. Иногда вместе с камерой еще поставляются диски, вставив которые вы можете доустановить необходимое программное обеспечение. Если та информация, о которой я вам сейчас говорю по установке камеры, кажется вам сложной, единственное проконтролируйте, что вот откройте, как я вам сейчас показал, пуск панели управления и в разделе «Устройства и принтеры» посмотрите, как определилась ваша камера. Но и самое главное, что вместе с камерой, особенно хорошей камерой, устанавливается то, что я назвал дополнительное программное обеспечение. Оно либо скачивается через интернет, либо устанавливается с диска. Что это за дополнительное программное обеспечение? Это вот такая программка, которая позволяет настроить качество вашей веб-камеры. Вы можете настроить свою веб-камеру, вы можете изменить параметры яркости, контрастности. Очень важная характеристика – это параметр белого цвета. Баланс белого он называется. Баланс белого настраивается следующим образом. Вы берете белый лист бумаги, абсолютно белый листочек, подносите его к вашей веб-камере, вот так вот вплотную, и двигая регулировками яркости, контрастности и самой регулировкой баланса белого, вы добиваетесь того, что у вас появляется белый чистый лист. Таким образом вы можете подкорректировать характеристики своей веб-камеры. Делать так, чтобы в зависимости от освещения, в зависимости от выбранного разрешения, а этот параметр также выбирается в настройках, вы можете отрегулировать свою веб-камеру. Это, конечно, информация, то, что называется, как бы для продвинутых. По большому счету, большинство людей даже не знают о возможности этих настроек и вещают так, как определилась веб-камера. В принципе, это тоже возможно. Главное, чтобы камера была и камера показывала вас. Если мы говорим о телефоне, в телефоне, конечно, камеру тут настроить особо не получится, потому что, ну, какая она есть, такая она есть. Конечно, продаются какие-то дополнительные накладки. Я видел для телефонов, для камер, но ни разу ими не пользовался, а тем, чем не пользовался, говорить не буду. Итак, с камерой определились. Что у нас должно быть следующим? Следующее – это микрофон. Чаще всего микрофон, он является встроенным либо в веб-камере, либо в вашем телефоне, если вы ведете трансляцию с телефона. Но если по каким-то причинам звук на вашей конференции или на вашей трансляции хрипой, с каким-то диким количеством шумов, то есть что-то невообразимое происходит, то у нас получается. Даже если вы говорите очень хорошо, если вы подготовились к своей прямой трансляции, но вот этот некачественный звук, он просто перечеркивает всю вашу работу. Что делать в этом случае? Конечно, нужно менять микрофон. Вот если вы обратили внимание, я сейчас сижу в микрофоне, петличка, и в принципе он дает довольно, ну, нормальное звучание. То есть у меня есть еще студийный микрофон, но сейчас у меня просто нет доступа к нему. Вот студийный микрофон, это, конечно, профессиональное устройство, которое позволяет добиться качественного звука. Но если вы будете вести прямые трансляции с помощью программы, о которой я сказал во вводном уроке, это программа OBS Studio, то вы можете не только настраивать свою веб-камеру, вот те настройки по яркости, контрастности, баланса белого и так далее. Все это делается в самой программе OBS, но и также вы можете настраивать свой микрофон. То есть OBS есть такое понятие, как фильтры, и даже из не очень качественного микрофона можно сделать достойный профессиональный гаджет. Но это все делается уже с помощью программного обеспечения, которое входит в комплект OBS Studio. То есть то, что называется фильтры. Но если вы купили нормальную камеру, веб-камеру, и относительно недалеко от нее находитесь, то есть ведете вот такие трансляции, как делаю сейчас я, то качества звука, в принципе, даже со встроенной камеры хватит. Если хотите, ну как бы, перейти на следующий этап, конечно, задумайтесь о микрофоне. Вот одним из лучших решений по гарнитуре, то есть это наушники и микрофон, это была гарнитура компании Platronics. Здесь именно очень качественный микрофон. Причем микрофон, как говорят, как написано в описании этих наушников, шумоподавлением. Он подключается тоже через USB-разъем. И все наушники, которые подключаются через USB-разъем, то есть как обычная флешка, они имеют функцию шумоподавления. То есть вы можете получить именно очень хороший, качественный звук. Ну и, конечно, вот такая гарнитура на вас для записи видео, для записи звука. Это прям очень достойное решение, потому что микрофон всегда находится на одном и том же уровне от вас. Вы куда бы головой ни покрутили, все равно у вас не происходит того, что то мы говорим очень громко, то мы говорим очень тихо. Это вот эффект плохого микрофона. То есть вы головой начинаете ворочать, он то схватывает, то схватывает, то теряет звук. Даже не из-за того, что вы говорите громче, либо говорите хуже. В предыдущих уроках, когда я записывал свои уроки через встроенный микрофон веб-камеры, там был именно такой эффект. Вот сейчас перешел на гарнитурку. Надеюсь, будет со звуком лучше. Звук очень важный, очень важный параметр. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на него. Ну и, конечно, когда вы ведете прямые трансляции, у вас в комнате должно быть достаточно тихо, потому что все внешние шумы, они очень, скажем так, отвлекают, иногда даже раздражают. Чтобы избавиться от этих шумов, конечно, закрывать двери иногда поможет, но, например, лучшее решение это именно хороший микрофон, который будет записывать именно вас и отсекать все внешние шумы. Вот это специфика именно профессиональных студийных микрофонов. Итак, как бы третье устройство для проведения прямых трансляций говорили, но на этом не все. Вот с прямыми трансляциями такая же ситуация, как с платной рекламой. То есть это целая цепочка действий, которая приводит к конечному результату, то есть в нашем случае к качественной трансляции. Если на каком этапе у вас происходит какой-то провал, вы не получаете того, что хотите, то есть качество на выход. Вот даже если у вас хороший компьютер, качественная камера, вот у вас классный микрофон, и вы все настроили, то есть как бы готовы к тому, чтобы зажечь, зажечь, но у вас некачественный интернет, то есть низкоскоростной интернет. Вот вся ваша работа может быть просто перечеркнута одной вот этой, вроде бы как бы ерундой, хотя на самом деле это далеко не ерунда. Поэтому прежде чем переходить к самой трансляции, проверьте скорость своего интернета. Как это можно сделать? Я вам покажу два способа. Первый способ, который осуществляется на очень популярном, известном сайте, который называется Speedtest. Ссылка на него будет размещена под видео. Перешли на главную страничку и нажимаете просто на кнопочку начать. Потребуется небольшое время, чтобы Speedtest мог определить вашу скорость. И вот что мы видим? Мы видим, что вместо заявленных 100 мегабит от Beeline, у меня сейчас далеко не 100, а всего лишь 26. Причем определяются две скорости. Это скорость скачивания и скорость загрузки. И они, мягко говоря, невысокие. Вот, конечно, при таких скоростях проводить какие-то прямые трансляции это реально грустно. Если вы видите вот что-то подобное, это говорит о том, что у вас далеко не высокоскоростной интернет. То есть что-то пошло не так. Определенно что-то пошло не так и нужно с этим разбираться. Интернет, за который я плачу, он 100 мегабитный. И всегда вот эти цифры были под 100. Еще одна возможность проверить свой интернет это на сайте, о котором мы будем говорить. Это о сайте Restream. Ссылка на этот сайт будет в описании. Вы зайдете, зарегистрируетесь на этом сайте. Он нам потребуется в дальнейшем для проведения качественных онлайн-трансляций. Войдете в панель управления. Регистрация здесь абсолютно бесплатная. Выберите настройки. Выберите настройки стриминга. И нажмете на кнопочку тест скорости. Запустить. Вы можете протестировать на разных серверах. Но вот выберем самый такой оптимальный. Автодетект он называется. И пошел опять же тест скорости. Вот этот сервис именно для проведения прямых трансляций, а не просто для скорости интернета. Он вам выдаст вот эту вот характеристику. Вы можете скопировать эту характеристику и написать в техподдержку. Нажать на новый разговор и написать Добрый день. Подскажите, хватит ли такой скорости для проведения нормального стрима. Вот скорость, конечно, реально очень грустная. У Билайна что-то случилось и буду с этим разбираться. Вот. Написав это сообщение, подождите ответы от техподдержки. Скорее всего, они скажут, что при такой скорости, конечно, стримить можно, но качество трансляции будет не очень высоким. Но, во всяком случае, вы узнаете, что у вас с интернетом, какая у вас скорость. В принципе, 30 мегабит вот этих, которые сейчас у меня определились, хватает для того, чтобы проводить прямые трансляции. Но если мы говорим о хорошей скорости, то она должна быть значительно выше, ну, как вот было у меня и всегда, то есть 100, а не 30. Итак, вы проверили скорость интернета. Какая типичная проблема бывает с интернетом? Если мы говорим о компьютере, пожалуйста, для проведения прямых трансляций не подключайтесь к вашему интернету через Wi-Fi. То есть вам потребуется локальное подключение, то есть подключение по проводку. То есть ваш компьютер должен подходить к проводочек, который соединяет ваш компьютер с интернетом, то есть в вашем случае с роутером, который есть у вас в квартире. Трансляция через Wi-Fi – это не лучшее решение. А если мы говорим о мобильном телефоне, то здесь не лучшее решение, конечно, транслировать вашу прямую трансляцию через мобильный интернет. Ну, конечно, если у вас 4G и больше, то пробуйте. Но лучше, если мы говорим о мобильном интернете, как раз подключиться к Wi-Fi. То есть для телефона эта трансляция через Wi-Fi, для компьютера Wi-Fi нам не нужен, мы подключаемся через проводок. И вот когда вы это сделаете, опять же, проверьте скорость. Может быть, у вас из-за типа подключения низкая скорость интернет-соединения. Итак, с интернетом мы определились. Это, в принципе, практически последний технический момент, о котором вам нужно знать. Но есть еще две вещи или две рекомендации, которые вам необходимо выполнять во время прямой трансляции. Из-за чего очень часто бывают какие-то проблемы с качеством. Даже если у вас реально классная камера, но вы можете убить свой эфир двумя вещами. Это неправильным освещением. Вот если у вас неправильное освещение, либо у вас света вообще нет, как у меня сейчас, конечно, смотреть на вас, сидящим где-то в потемках, людям будет не очень удобно. Основная проблема с освещением, то, что свет ставят неверно. Какая основная проблема? Вы сели спиной к окну и на фоне светлого окна начинаете записывать свою трансляцию. У вас свет падает сзади, у вас лица практически нет, это какая-то темная, темный человек о чем-то там говорит. Смотреть на такие трансляции нехорошо. Вам нужно добиться, чтобы свет падал на вас. И причем основное, что вам нужно осветить, это вам нужно осветить себя. То есть не нужно освещать там какие-то углы вашей комнаты, вам нужно осветить себя. В самом простом случае можно поставить какую-то лампу, ну и чтобы она вам, конечно, не в глаза светила, это тяжело будет, но хотя бы освещала вас. И подвигав эту лампу, вы можете получить ту картинку, которую вам хочется. Вы увидите, что меняя направление света, у вас будут практически происходить чудеса. Смотрите, я сейчас свет отключу, и вообще что-то изменилось. Да, там другой человек как будто, как будто другая камера. Еще одна проблема со светом, это использование одновременно и дневного света, и искусственного. Вот это прям проблема проблемная, потому что когда у вас падает свет из окна, светят еще лампы ваши, вот эти два света, они конфликтуют с друг другом, и у вас получаются вообще какие-то неправильные цвета. Если же вы хотите проводить вообще суперскую прямую трансляцию, то вам чаще всего одного источника света не хватит. Вот если вы посмотрите на трансляции, которые мы ввели в нашей студии, у нас было два источника света, и даже двух источников света не хватает. То есть нужно минимум три источника. Два светят на вас, один здесь, другой сбоку, а третий освещает фон. Особенно если вы хотите на фоне, например, разместить какой-то ваш логотип и так далее. Вот если вы хотите сделать то, что называется хромакей, качественный фон, подсвещать нужно будет фон для того, чтобы не было тени. Это очень важно в случае, когда вы близко сидите от стены, свет падает на вас, и на стене у вас такая бегающая тень. То есть либо сядьте, как я, далеко от стены, никаких теней не будет, тогда, в принципе, вам хватит одного даже источника, либо максимум двух. Если вы проводите свою прямую трансляцию с телефона, то вот здесь вот есть очень классное решение света. Сейчас оно очень модное, популярное. Это решение, которое называется кольцевая лампа. Вот как она выглядит. Это такой свечащийся круг, внутри которого вы вставляете телефон. Эту лампу можно менять по высоте, можно ее наклонять, то есть освещать то, что вам нужно. Это шикарное решение для прямых трансляций, когда нужно что-то показывать руками, когда нужно стоять на каком-то расстоянии. Это самое лучшее решение сейчас для того, чтобы провести прямую трансляцию с телефона. Лампы эти относительно недорогие. В принципе, вам потребуется лампа диаметром 33. Стоит она где-то в районе 3000 рублей, если покупать ее на Авито. Можно купить, конечно, профессиональную лампу диаметром 45. Это очень много света. Можно стоять от телефона достаточно далеко и провести там какую-то движуху. Эти лампы все имеют уровни освещения и типы света. Теплый, холодный. Все это делается нажатием просто на кнопочку на лампу. Если вы хотите проводить качественные трансляции именно с телефона, вот такой свет вам обязательно нужно купить. И вы прям будете звездой прямых эфиров. Ну и еще одна рекомендация, финальная, последняя. Когда вы все сделали, у вас и камера хорошая, и звук классный, интернет у вас, и со светом вы определились. Есть еще одна такая типичная проблема, которую, например, очень грешу я. Это глаза не туда. Многие считают, что если они поставили веб-камеру прям строго по центру, вот так вот прям строго сейчас она по центру стоит, и если я прям смотрю в нее, я смотрю в глаза вам говорящим. Но чаще всего это не так. То есть веб-камера вообще-то должна стоять немножко левее или немножко правее от вас. То есть не строго по центру. И вы смотрите по центру. Вы смотрите по центру, то есть не в саму как бы веб-камеру. И тогда у вас взгляд фокусируется правильно. То есть когда вы говорите, нужно смотреть в какую-то определенную точку, эта точка должна быть в глаза вашего собеседника. Поэтому здесь нужно просто потренироваться, найти эту точку, поставить там цветочек какой-то, либо фотографию какую-то поставить. Потому что со стеной разговаривать тяжело. То есть проблема прямых эфиров, когда вы разговариваете, блин, со стеной. Поэтому хочется разговаривать с кем-то. Вот найдите там мишку, там фотку какую-то. Правильно позиционируйте свою камеру и разговаривайте вот именно с этим местом. Ну да, с этим местом. И еще одна проблема, это связанная тоже с ориентацией, или с тем, что называют кондрированием. Это неверное расположение камеры. Я вам вначале сказал, что когда трансляция ведется с камерой вашего ноутбука, как бы она вас показывает снизу вверх. Камера должна стоять практически на уровне глаз. Поэтому вот если мы говорим о лампе кольцевой, ей высоту можно регулировать и выставить телефон прям на нужном вам уровне. Это первое. И второе. Это то, что называется воздух над головой. Я думаю, что вы видели такие трансляции. То есть показывается большой экран, да, и внизу этого экрана сидит такой маленький человечек, а над ним прям громадная пустота. Все это давит. А пусть вам лучше немножко голову обрезают. Над вами не будет чего-то в громадном количестве. Лучший, конечно, пример кадрирования – это дикторы центрального телевидения. Посмотрите, как они сидят. И вам, в принципе, сидеть и смотреть нужно так же. То есть этих людей профессионально учат. И вот это вот наиболее яркий пример, как нужно все это делать в прямом эфире. Итак, подведем краткий итог. Что вам нужно для прямой трансляции? Вам нужен качественный, нормальный компьютер, либо нормальный телефон. На этом телефоне, либо на этом компьютере желательно иметь камеру хорошую, которую можно расположить в нужном вам месте. То есть не таскать весь компьютер, а перемещать только камеру. Нужен достаточно хороший микрофон, который бы обсекал все ваши шумы, хрипы и так далее. Нужен хороший интернет, чтобы все это стабильно работало. Нужно правильно выставить свет. И нужно правильно откадрироваться. И смотреть в нужном месте. И чтобы картинка была именно вы. То есть чтобы ни одно ваше лицо, ни вы там где-то очень-очень далеко. То есть все это кадрируется. И когда вы откадрируетесь, пожалуйста, придерживайтесь вот этих дистанций, чтобы не наезжать на людей, либо очень далеко куда-то не уходить. Все это сделает ваши трансляции более смотрибельными, более привлекательными. Бай-бай! Бай-бай! Бай-бай!